Всем привет, друзья! С вами Хантас. Давно у нас не было роликов по Pre-Day. Решил порейдить. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вроде бы, как опять ребалансили, что-то меняли. В общем, какие выводы сделал из предыдущих рейдов? То, что надо, ребят, все-таки броньку покрепче надевать, потому что у нас прочности у футбольного гораздо больше. В прошлый раз в наемнике ходил его чуть-чуть, прям не хватило. Также, соответственно, лучше нужно потрошки брать, потому что очень много уходит на файтинг, например, с той же турелью. Ну и, соответственно, хил и топоры, и также, соответственно, взрывчатку. Давайте посмотрим. Так, искать. Перейти к рейду. База игрока ОКОВ. Интересно, это не попадалось. А то у нас один раз уже попадалось два раза подряд. База игрока ОКОВ. Ну, приступаем. База игрока ОКОВ. Что за бред? Подождите. Так, все в камнишке. Окей. Я уже думал то, что база какая-то маленькая. Ну, нет. Сразу все в камне. Ну, игрок старый, потому что очень много костров, очень много всего. Также елка стоит. Так, давайте по кругу пробежимся, потому что может быть где-то на задах. Так, у него все-таки имеется дверца, либо деревянная какая-нибудь стена. Обязательно нужно, ребят, по кругу прям вплотную пробежать. Это, конечно, вряд ли. Даже у меня такой базы нет, чтобы все в камне было. Так. Ну, надо бахать. Одна дверь. Ну, вот, конечно, по двери эти это такое себе удовольствие. Вот, вообще, реально, ребят, вот полный бред. То, что на миникарте вообще ничего не отображается. Сами подумайте, персонаж находится перед дверью. Он, в принципе, ее видит, да? То есть, соответственно, это как-то должно отображаться в интерфейсе. То есть, если есть здесь какие-то второстепенные двери, либо еще что, это должно как-то отображаться на миникарте. Она вообще мертвая, вообще ненужная. И разработчики до сих пор это не фиксят. Так, ну, нет, я не хочу идти по... Атака мародеров. Я же ничего не сделал. Вот дичь. Охренеть просто. Идите сюда. Охренеть, они наяривают. Еще ничего не сделал, а уже мне хотят навалять. Ну, ладно, это бинтик. Но мне нечем заменить. И трупы, к сожалению, мне кажется, скоро исчезнут. Так, ну, давайте где-нибудь на задах бахнем, наверное, так. Потому что я вот не вижу смысла идти наперед. Потому что... В любом случае... Главный вход бустят. Давайте где-нибудь... Давайте где-нибудь... Ну, вот, прямо здесь. Так. И дальше то же самое. Серьезно? Третье? Так, ну, давайте попробуем. Так, вижу сундуки. Все-таки прорвался. Я прорвался до лута. Но какой ценой, конечно, это было. Так, вижу какой-то лут все-таки имеется. Неужели вся база, вся, да, реально вся база, вся в камне. Жесть просто. Такие себе сундуки. Давайте все разломаем. Так. Бинты. Ух ты, даже антибиотики. Нифига себе. Ниток сколько? Так, подождите. Так, это же мы потом все можем собрать. Ну, давайте что-то уже подбирать. Потому что, мало ли, топоры мы совершенно не потратили. Так, школьный рюкзак нам не нужен. Антибиотики забираем. Бинты забираем. Обязательно забираем все нитки. И, возможно, потом заберем еще ткань. Посмотрим, что там будет. Но, уже интересно. Ну, конечно, очень, очень много ушло на большую взрывчатку. Поэтому это 100% не окуп. Так, и жетончиков. 2000 жетончиков. Вот эти вот, не знаю, есть ли смысл забирать. Так, выложить мы ничего не можем. То есть, если забрали, потом только уничтожить. Так, мы можем как поступить? Можем вот это вот сюда положить. Остальное нет ничего смысла ломать, ребята. И, в принципе, к сожалению, к сожалению, это весь рейд. К сожалению, это весь рейд. Больше мы ничего как переиграть не можем. Так, давайте повторно пройдемся. Так, это полный бред. У меня несколько ящиков такого. Это тоже полный бред. Можем, в принципе, подхилиться. Далее. Далее ткань. Может быть, конечно, лучше всего ткань забрать. Вот это вот у нас что взорвалось? Это ведь, это я сломал. Окей, это был ящик. Ну, хил. Нет, с хилом проблем нет у меня. Этот веревки. Ну и вот сет. В принципе, можно было какой-нибудь сет забрать. Если бы я воевал, но в принципе... Так. Ну, вроде бы все, ребят. Вроде бы все. 20 ниток я получил на этом рейде. 20 тканей. 2000 жетонов. И какой-то хил. В принципе, я ушел в минус только по взрывчатке. Бахнул. Ну, ребят, сами понимаете, да. То есть, если это был бы рейд реального игрока, здесь можно капец как окупиться. То есть, нарваться на какой-нибудь сундук с микросхемом. Я, в принципе, это уже много раз говорил. Но здесь попалась база полностью в камень. Это игрок очень давно играет. Потому что, чтобы это сделать... То есть, раньше, как это было очень дешево. Сейчас это, в принципе, очень долго нужно все делать. Но, в любом случае, игрок очень много задротит. Соответственно, если вы его знаете, обязательно передавайте привет. Ну, и все. По-любому здесь еще ящики есть. Но дальше тоже нужно взрывать. База была чисто в камне. Чисто в камне. Вот здесь дальше, к сожалению, не вижу. Может быть, дальше уже и титан идет. К сожалению, крыши одинаковые. Так, ну и все, ребят. Тут такой мини-редик, к сожалению, был. Так, подождите. Может быть, все-таки поменяем мы вот 4 деревянных досочки на что-нибудь обработанные. Так, 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 так. Ну, нет. В принципе, и так все нормально. Одежду забирать не будем. Ничего забирать не будем. В принципе, осталось мне подготовить немножко взрывчатки. И можно выдвигаться на следующий рейд. Ну, мне понравилось. Но вот мародеры слишком жесткие. И приходят вообще без всякого повода. И вообще, никак я это систематизировать вообще, ребят, даже близко никак не могу. Потому что и, к сожалению, трупы исчезли. Да, вот здесь в них оставался лут. К сожалению, исчезли. И еще, ребят, что бредово. Например, у игрока что-нибудь готовится. Вы ломаете, а забрать ничего не можете. Я считаю, тоже это нужно обязательно фиксить. Ну, вроде бы все, ребят, пробежался. Ничего больше собрать не могу. И вот не совсем понимаю. В прошлый раз мне, наоборот, топоров не хватило. Были лишние кувалды. Сейчас наоборот. И, ребят, обязательно напишите в комментариях, в каком сете вы ходите. То есть, посмотрите. Вот меня они атаковали. И бронька практически не закончилась. То есть, наконец-то, наконец-то разрабы это пофиксили. Потому что вообще было бредово. Там за 3-4 минуты ты просто всю броньку тратил. Это вообще дичь полная. Считаю, что нужно брать либо калаш, либо вот эту хк. И обязательно брать зажигательную. Чтобы, соответственно, пробивать. Потому что, если вы будете меньше пробивать. Вы будете, ну, долго выбивать врага. Больше получите урона. Больше хила потратите. Обязательно с собой нужно брать какой-то дополнительный хил. И считаю это 2-3 взрывчатки. И на моем уровне. Потому что это у меня, получается, базы, равносильные моей. Это, у меня, получается, 9 уровень. И, соответственно, данная база тоже 9. Может быть, даже 10 уровень. Но она вроде бы вся в камне. Может быть, даже есть титан. И получается, это как минимум 10 топоров. Как минимум 10 кувалд. Потому что каждую кувалду это равносильно одному разбитому сундуку. А брать с собой 5 кувалд и потратить огромное количество ресурсов. Чтобы сломать 5 сундуков. Это полный бред. Мне кажется, надо в меньшую сторону это топоров брать. Потому что если ты потратил все топоры, но не пробился к ресурсам. Лучше развернуться и уйти. Нежели потратить огромное количество всего и ничего не получить. Обязательно, ребятки, еще раз, прошу, напишите в комментариях, что именно вы берете с собой на рейды. Ну, мне кажется, это обязательно... Мне кажется, это обязательно должен быть футбольный сет. Так, ну, не совсем я понимаю, по какой причине они приходят, через какое время, либо еще что. Лут у них вообще ни о чемный. Вот такой, ребят, мини-рейдик. Обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте поддержать большой палец вверх. И, конечно же, прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Всем добра. Пока-пока.